Мы выходим в эфир из Еревана. Учитывая, что я продолжаю находиться на самоизоляции, пока вынужден это делать в системе видеомоста. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Мы традиционно в самом начале проверим качество звука, поделимся эфиром. И, конечно, я спрошу Арпине, как она себя чувствует. Сегодня у меня Арпине Петросян в гостях. Я много могу перечислять всего, но я сегодня ее в качестве жительницы Еревана пригласил в эфир. Как ты себя чувствуешь и как самочувствие? Привет, Ромдиан. Все нормально, все хорошо. Слава Богу, держимся. Я сейчас дома одна, чтобы никто не волновался, поэтому у меня маски нету, а так я очень заколомпослушна. Чего желаю всем нашим братьям и сестрам. Это очень важно. Хорошо. Что? Звук? Все, отличный звук. Я тогда спокоен. Да? Слава Богу. Друзья, напомню, что мы сегодня будем говорить о событиях, которые происходят в Армении, в Ереване. Мы будем сегодня говорить о Гагике Царукяне. Собственно говоря, Арпине человек очень смелый. Я очень рад, что она будет сегодня отвечать на мои вопросы, потому что они будут очень важными. Несомненно, напомню нашим подписчикам, что сегодня со всего мира внимательно следили за событиями в Армении, потому что ранним утром начался обыск в дворце, в поместье, называйте, как хотите, Гагика Царукяна. И, конечно же, наши подписчики со всего мира, которые получают иногда не стопроцентную достоверную информацию, они пытались узнать, где правда, а где неправда. Будут в Армении, они имеют полное право говорить на эту тему, но никак не представители диаспоры. Почему? Вы узнаете, если просмотрите весь наш эфир. Итак, делитесь им, пожалуйста, поделитесь нашим эфиром, чтобы максимальное количество людей смотрело его. Ну, а что еще лучше, я советую делать совместные просмотры. У вас есть такая кнопочка «Совместный просмотр», и в этом случае ваши друзья тоже будут смотреть наш эфир. Аркене, давай начнем с самого начала. Насколько неожиданным для тебя было утром узнать из информационных лент, что начались обыски, повторяю, в большом поместье, дворце, в самом шикарном поместье Армении, в поместье Гагика Царукяна? Ну, зная, какой он политический деятель, этого стоило ожидать еще давно. Но когда он уже заявил о том, что он требует стопроцентной отставки правительства, было ясно, что у него уже, извиняюсь за выражение, задница пригорела сильно. Я очень прекрасно помню все действия Царукяна с его однопартийцами в 2015 году, как он народ поднял на ноги. И вот тут сделаю такую вот, в скобочках, разъяснение. Вот сегодня они лежали на асфальтах, чтобы показать, какие полицейские, фу, гаденыши, до женщин дотронулись, приподняли их, там маски поправили, не давали народу, который грудью бьет и говорит, освободите нашего царя Господа Бога Царукяна. Кому он там гречку раздавал или, может быть, подсолнечное масло, я не знаю. Ну, не в курсе этого списка, слава Богу, не в курсе. Не в курсе, так как ни мои близкие, ни мои друзья, ни мои родные никогда даже не прислушивались к ним. Я хочу понять, а где вот эта вся... Арава была в 2015 году, когда партия Сержа Сарскисяна на весь мир орал, что он давал приказ Дода не называть Додом. Его сват говорил, что надо там... С трибуны, и все это показывалось. А вот где вот Наира Зоробян, тот же вот этот вот Эфиаджан или вот этот Арман Акок, где они все были тогда? Почему они не вышли грудью защищать своего лидера? И позволили из него сделать, опять-таки, Дода, которого, как бы, сказали, сиди тихо. Где все они были, когда в марте 2008 года народ расстреливали? Почему их, где их не было видно, Дромчан? Почему их... Я живу на улице Баграмяна, и очень часто пешком иду на работу, и в годы правления Сержа Азатовича проходила мимо резиденции, когда полицейские поперек улицы таскали матерей убитых солдат. Ребят, где вот эти все депутаты были? Почему они ни разу не пришли и не сказали, как мы можем? Почему ни разу не поднимался вопрос, касаемый убийств и расстрелов наших молодых ребят? Где вот эти все однопартийцы были? Почему они все грудь не рвали тогда? И сегодня они о чем-то заявляют. Вот когда начали в апреле 2018 года бросать газовые вот эти баллончики в сторону протестующих с Николом Пашиняном, где они были? Они сейчас кричат, что мы не для этого делали революцию, и вы все то, что говорили, с чем вы заключили с нами союз, вы от них отказываетесь, у нас тоталитарный режим. Да ладно, тоталитарный режим у нас. Пока что первое лицо государства не сказало, что я запретил сказать доду-дод. Поэтому для меня это было не, скажем так, огромным удивлением. Было сюрпризом, что вот дошли до этого. Я сегодня на страничке Аллена Симоняна написала, что, конечно же, вы это сделали очень поздно, но хорошо, что начали что-то делать. Потому что этот тавиш стоит у всех уже поперек горла. Я сама, честно говоря, понимаю очень все то, что делает Пашиняна. Я понимаю, что он маленькими шагами хочет поменять полицию, которую превратили за долгие годы в жандармах, мышление народа, что вот этими маленькими шагами, разговорами с людьми на нормальном, грамотном языке для того, чтобы до людей дошло. Но иногда мы все эмоциональные, мы все хотим быстрых результатов. Пускай никто мне не поет сказки, что вот прям, ой, ну что вы говорите, мы там можем... Я тоже не могу ждать, я тоже хочу быстрых результатов. Я тоже со всеми вместе измучилась. Но я понимаю, почему все это делается. Мне главное, чтобы с пути никто не свернул. Хотя я верю, что этого не будет. Да, друзья, напомню, что у меня сегодня эфир от Пене Петросян. Первый наш эфир был, я говорил, что она занимается туризмом, она специалист по туризму. Но в этот раз я ее попросил выступить как жительницу Еревана, которая знает, что творилось в Ереване, в Армении. И, конечно, как никто другой может говорить и от имени определенного количества ереванцев, потому что здесь у нас не просто красавица, а еще и армянская душа. Спасибо. 900 человек почти одновременно на данный момент нас смотрят, количество просматривающих... Всем привет! Держитесь, у нас тут все хорошо. У меня, знаешь, по ходу в ленте писали мои друзья, которые есть и в России, и на Украине, что там творится, неужели опять революция, даже я тебе скажу, есть друзья в Токио, с кем мы, друзья, по фейсбуку, да, по туризму, по разным вот как бы направлениям. И я говорю, да нет у нас никакой... А что показывают народ? Я говорю, народ не вышел. Всех тех, кто арендуют, минуточку платят в Ориндж на рынке, Гагику Царугяну еземесячно пополняют его счет, их заставили утром прийти к особняку и орать, Гагику Царугян, спаситель наш. Дорогие друзья, напомню, что сегодня в течение суток было возбуждено три уголовных дела на Гагику Царугяна и его окружение. Первые два уголовных дела по игорному бизнесу, по первым двум уголовным делам предъявлено обвинение на то, что государству, и там указано, что государству нанесен ущерб в размере 29 миллиардов драмов, это делает около 60 миллионов долларов. И вот третье уголовное дело касается земельных участков в селе Ориндж, собственно, там недалеко находится Ориндж-молл, и вот возвращаясь к теме Оринджа, скажу, что сегодня, и это должны знать все, потому что многие спрашивали, кто эти люди возле СМБ, там не было ни одного жителя Еревана, там не было ни одного жителя Тавушской, Ширакской, Лорийской области, там были согнаны буквально насильно сотрудники Ориндж-мола, это точная информация, что там были работники из этого рынка, кстати, он сегодня не работал, потому что этих работников согнали туда, и они, кстати, высказывали недовольство часть из них, что их туда согнали, и что это вообще не их функция, и вот хочу, чтобы наши подписчики услышали это. И что касается Еревана, вот по поводу, хотел, кстати, Найра Заграбян продолжить тему Арпины, вот смотри, Арпины, Найра Заграбян на протяжении десятилетий является депутатом Армянского национального собрания, она работала и при Кхочаряне, и при Серже, и сейчас, она журналист, и Найра Заграбян себя позиционирует. Найра Заграбян, она, по-моему, не была еще депутатом. Нет, была, потому что 1 марта 2008 года именно Найра Заграбян собственноручно нажимала на кнопку и голосовала за ведение чрезвычайного положения. Я ее не очень хорошо помню тогда, значит. Да, ты ее не хорошо помнишь, но именно Найра Заграбян голосовала за ведение чрезвычайного положения. Ну, я и не сомневаюсь, Ром-Джан, я тебе скажу такую маленькую деталь, кроме работников, арендаторов Оринджмола, там были еще и работники казино Шангрила, молодые ребята, которые, я тебе скажу, такой маленький нюанс, уже где-то неделю, как вот эти сотрудники в Фейсбуке пишут статьи и пишут посты о том, что вот они не могут прокорить семьи, вот они не могут выйти на работу, потому что не работает клуб Шангрила, почему-то они ставку делают не на то, что это казино, а на то, что это развлекательный центр, и они тоже себя сегодня как бы грудью стояли за своего спасителя. Да, скажу, что многие сегодня обратили внимание, мои коллеги в том числе тоже, с которыми я общался по мессенджеру, что Найра Заграбян, который на протяжении десятилетий позиционирует себя как мощная политическая единица, как не просто депутат партии процветающей Армении, а как дама, за которой может пойти целая часть армянского народа. Сегодня она с самого утра, вот честно, я понимал, что это воздушный пузырь, да, то есть Найра Заграбян это воздушный пузырь, но сегодня я был шокирован, что на протяжении многих лет Найра Заграбян по сути обманывала людей, делая этот образ. Почему? С самого утра она вышла в эфир возле этого поместья, вместе с Арманом Абовианом и Веточкой, вот они орут, кричат, чуть ли не призывают выйти на массовые беспорядки. Дальше она валялась на этом полу, да, вот реально, почему я говорю валялась, потому что она прикинулась какой-то бомжихой, которая, я не знаю, чуть ли под танк не попала. Вот смотри, сколько кадров в прямом эфире весь народ смотрел, да, и весь Ереван, где живет почти полтора миллиона человек, это не шутки. И вот я задаю вопрос, наверное, Заграбян, неужели у тебя нет вообще никакой армии поклонников? То есть почему за тобой не пошел, да, например, весь Давид Хошен? Почему я не увидел, ну, я не говорю 1 миллион 400 тысяч армян, которые живет в Ереване? Почему за тобой не побежало, ну, скажем, 2000 человек? Вот это, для меня это очень важно, может быть, я ошибаюсь, вот все-таки, как ты считаешь, человек, у которого есть авторитет 100%, за ним же должна пойти толпа? Рум, это псевдоавторитет, начнем с этого, там авторитета нету, потому что она, имея грамотный язык, как человек давно себя перепродала. Сегодня я пару раз послушала, когда она давала интервью разным радиостанциям и говорит, пришли наши представители со всего Котайского Марса, и там сообщили, что, представляете, забрали телефоны у детей 4-5-летних, даже, вопрос, умная ты, тетеря, а почему у 4-5-летних детей есть телефон? Никто не задался этим, ну, как может нормальный, грамотный человек, политик, да, депутат, допускать такие тяпы в интервью, то есть на эмоциях она хочет сыграть в разных людей, этому уже давно никто не верит, Ромчан. Она как-то вышла к семье убитого солдата и встала на колени, и ей никто не поверил, понимаешь? Она уже столько лицемерия сделала в ходе своей деятельности, о каком лидерстве или о каких подписчиках идет речь. Ромчан, есть ли у них, у партии есть какие-то подписчики? Это в основном семьи, допустим, Наиры Зоробян, там, Армана Абовяна и то не знаю, все ли родственники с материнской, с отцовской стороны, хотя бы кто-нибудь пришел бы. Они, это все те люди, которые все время подпитывались, подпитывались деньгами царукяна. Сегодня, может быть, они и выйдут на улицу, человек, я не знаю, ну, допустим, даже если это дойдет до 10 тысяч, я как бы сильно сомневаюсь, но допустим, да, допустим, человек все-таки тратился. Но давай вернемся к 2018 году, я тебе скажу, Наира Зоробян, честно говоря, не тот, я уже тебе сказала, она такие ляпы допускает, что, вот, она говорит, в истории новой Армении в жизни женщин полицейские не таскали, как сегодня обошлись с нами. Она это сегодня орала, и еще вот пресс-секретарь. И я тебе скажу такую вещь, опять-таки повторюсь, где они были, когда школьников в начале революционных действий 2018 года просто полицейские запихивали ногами в машины. Где они были? Они сидели в парламенте. Они вышли к народу, пока уже не поняли, что все, сэр, сдается. Они до этого появлялись? Они где-нибудь стояли, когда задержали лидеров революции? Кто-нибудь из представителей партии Царукяна вышел рядом с народом и сказал, не смейте трогать народ? Какое лидерство, какие там, не знаю, все, нет у них никого? Ром-чан, это как бы вопрос закрытый. Ты даже об этом не спрашивай, не говори, по-моему, это все прекрасно знают. Я тебе скажу, что то, что они смогли в Абувян городе, в городе Абувян провести выборы, и выбрать того мэра, которого они хотели, это еще ничего не означает. У них получилось как-то провести все это. Но это не говорит о том, что они лидеры, и у них есть реальные сторонники. Реальные сторонники, я тебе скажу, есть только у народа, рядом с которым стоит только Пашинян. Если вот в таком контексте смотреть вот по этим всем вопросам. Реальные сторонники есть, например, может сейчас очень многим не понравится, но есть у Жиряйли Сайфеляна. Не у партии Сасна Царей, а у Жиряйли Сайфеляна, потому что для меня они отличаются. Где была Найра Зоробян, когда Жиряй Сайфелян со своими друзьями, просто решили поехать с семьями, Ром, с семьями, с детьми, просто поехать в Арцах, когда, я не помню, это 14-й год был или 15-й, когда его выпустили из тюрьмы. Они просто решили поехать в Арцах. Их же избили. Полиция вывела такое количество своих полицейских и избили детей и жен. Где были все эти депутаты? Почему они не сказали? Давайте посмотрим ситуацию. Они на машине едут в Арцах. Что страшного? А вот тут есть ответ, что страшного в этом было. Потому что Жиряй Сайфелян, не раздавая деньги, являясь реальным героем, наравне с Монте, имеет людей, которые его любят и уважают. Кстати, он не раздавал ни гречки, ни подсолнечного масла, ни запчастей, ни дизеля, и потом не забирал. И нивы не раздавал спортсменам. И не возвращал обратно опять эти нивы. По три раза сдает, возвращает, сдает, возвращает за руки. Понимаешь, у нас есть люди, за которых... Вот я не знаю, насколько ты помнишь Артура Хацпелева. Помнишь во время Соснацеры? Да? Его просто довели до смерти. Вот за его имя, очень многие поймут, Ром, его нету сегодня. Но вот он лидер, Наир Зоробян лидер, я тебя умоляю. Где они были, когда, что бы ни было, вот эти по станции Соснацеры, допустим, да, вот буквально два слова скажу, и мы перейдем дальше. Они пошли брать вот эту часть, или как она там называлась, уже не могу как-то вспомнить, ППЦ, да, ППС или что там, ППЦ, не знаю, в общем. Не суть. Они же там были просто заключены в таком окружении, что у них не было ни воды, ни хлеба. Кто, кроме Пашиняна с его друзьями, пошли туда, чтобы хотя бы им воды занести, скажешь мне? Никто. Никто. А эти же люди, они же вышли на этот шаг для того, чтобы спасти арцахские земли. Алло, народ, армяне Арцаха, которые вот разбивают себе грудь и голову, что Кхочарян у нас герой. А почему Кхочарян хотел земли отдавать Сержи, можно я узнаю? Эту тему не со Снацаре поднимали, минуточку, они наоборот. С Сейфеляна вместе сделали все. Какие там есть темные делишки, сейчас не будем об этом говорить. Но они пошли на этот во имя того, чтобы не сдать земли. И с ними рядом стал только Пашиняна. Вот Анаит Газарян пишет, что во время электрики Ереван никто из процветающей Армении не заступился за молодых девушек и парней, когда их колотили дубинками и поливали водой. Абсолютно точная информация. Друзья, приветствую всех, кто смотрит наш эфир. Клава богу, это не те события, которые имели трагические последствия. И там тоже есть некоторые темные стороны электрики Еревана в сочетании с очень правильными требованиями народа. И да, верно, их там тоже не было. Там был даже несчастный Ашотян, которого сделали Ашотян. Дорогие друзья, всех приветствуем, кто сейчас смотрит наш эфир. Мы находимся в Ереване. Сегодня я в рамках видеомоста общаюсь с жительницей Еревана, Арпина Петросян, которая является нашим большим другом. Она человек не просто осведомленный, она пережила очень много проблем, я бы сказал, горя, семейного горя. Можно назвать ее близких и родных жертвами кочаряновского режима, да? Я могу так сказать, Арпина? Ты знаешь, я тебе объясню следующее. У меня лично в моей семье проблема заключается в том, что мой супруг, который является наипорядочнейшим человеком, я сейчас сделаю такую рекламу на весь мир, он потерял свою работу, и он не сумел его восстановить никоим образом, потому что вся деятельность кочаряна и Сержа водилась к тому, чтобы порядочные люди либо становились в зависимости от них, либо оставались без работы. В то же время я тебе скажу следующее. Они настолько мелкие, да, вот по своей сути, вот, и говоря, они я не имею только там виду Робика или Сержа, да? Вот их вот эта стая, по-другому не назовешь, потому что они никак не насытятся. Они везде и всюду руки совали. Везде и всюду, всех, кого можно было подставлять, подставляли. Кого можно было испортить, портили. Я из города Линнакана, я не раз в наших интервью это говорила, и скажу такую вещь. У меня бабушки обе тоже, знаешь, из семей, и они оба всегда говорили, К сожалению, нам не повезло. Нами где-то лет 25 правили люди, которые абсолютно не насытившиеся родились, потому что этим людям всё время было мало, мало, мало. И им семьям, и им детям, и они продолжают в той же... Можно было, знаешь, всё это закрыть. Можно было нормально выйти и сказать народу, народ, извините, мы не оправдали вашей надежды. Тихо договориться с властями вернуть деньги и как-то прийти к тому, чтобы не продолжался процесс позоривания на весь мир. Я каждый раз, когда идут вот такие разговоры, каждый раз говорю, мне так жалко вот внуков, внучек, где-то даже детей этих людей, потому что, ну что они будут, как они будут говорить, кто мы? Это же страшно, Рома. Да. Хочу просто маленькое уточнение сделать. Итак, на данный момент нас смотрят 1069 человек. Я хочу, чтобы наши подписчики... Всем привет! ...не переживали, когда один, два, три дурака заходят и пытаются меня вывести из себя. Тут зашёл, я прям посмотрел и заблокировал даже. Какой-то мужик, похожий на то ли вора в законе, то ли на сброд, пишет. Сколько вам заплатил Пашинян? То есть мне идёт... Супер, а что ты заблокировал? Мы с ним выяснили, сколько мне заплатили. Я хотел ему передать, и таким идиотам, как он, да, я очень рад, что у Гаги Коцарукяна вот такой сброд в сторонниках, я ни одного нормального не вижу. Давай, знаешь, что Рома! Я хочу им передать, что как раз-таки списки опубликованные, сколько денег несколько лет тому назад на выборах платила команда Гаги Коцарукяна, это те же списки гуляют по интернету, поэтому я бы на вашем месте хотел бы вас попросить, чтобы вы эти списки лучше изучали, сколько ваша команда платит всяким продажным людям, чтобы они вышли, пришли, орали, кричали и попили. На самом деле, я считаю, ничтожествами людей, которые за деньги такие вещи делают. Ром, давай мы поговорим вот ещё на такую тему, которая очень сильно очень многих волнует. Почему всё-таки Никол Фашинян пошёл на то, что какое-то соглашение внутреннее оказалось между тем, что вот революционеры принимают, так скажем, дружбу, псевдодружбу, Баргавача и Астана. Хотя была большая как бы опасность. И раньше всех это понимал сам Фашинян. Всё дело в том, что, во-первых, во-первых, тот никогда не может считаться нормальным другом для порядочных законников, будем так говорить. Минуточку у него статья насильника. Каких людей не любят люди в законе? Я не люблю говорить воры в законе, потому что к моему большому и счастью, и дружбе, и пройденным годам жизни я знакома с немаленьким количеством людей, кто живут по этим законам. Это их выбор. Но они очень порядочные люди. И вот этот мужчина, который сейчас написал, сколько заплатили, что сделали, однозначно он не воровской, а подпсевдоворовской, потому что воровские ребята в жизни не посмеют женщине, которой есть определенный возраст, не говорю, что я бабушка в возрасте за 70, но я и не девка такая, чтобы вот это сказать. Никто себе такого не позволит. Я очень хорошо знаю, как о Доде отзываются некоторые люди, которые реально в законе и реально имеют вес. И они никогда его действия не поддерживали. И, да, может быть, здоровались, да, потому что есть какие-то моменты, когда нужно и улыбнуться, и руку пожать. Приходится очень многое сделать. Пашинян тоже пошел на такую сделку в 18-м году. Потому что людей, молодых, в возрасте царукяна, к большому моему сожалению, может и старше, очень много, которые считают, что он сильный. Он не сильный, он даже не запорожит, если между нами говорить. Потому что сильный, это тот, который может сказать, простите, который может встать и принять свою вину, а не как сегодня сказать, я буду ампару, я ганитара. Да ладно, прям будешь. Ты в 15-м году им был уже. Ты в марте 2008 года им стал уже, когда пошел получать деньги, раздавал питание тем солдатикам, которых заставили из Арцаха привезли, чтобы стреляли в своих же братьев и сестер. Ты тогда уже им стал. Да, давайте напомним всем, что имеет вообще в виду Арпине. Итак, она имеет в виду тот позор, который пережил Гагик Царукьян, когда он якобы попытался бороться с Эржем Сарксяном. Его быстро остудили. Не просто остудили, не просто запретили ему заниматься политикой, но реально опозорили, потому что те слова, которые говорил Армен Ашутян и другие представители республиканской партии, никого более в таком роде не позорили, как Гагика Царукьяна, согласись. Это раз. И во-вторых, что касается событий 1 марта 2008 года, по данным, которые мы читаем в рамках уголовного дела, одним из спонсоров, одним из тех людей, кто оплачивал зарплаты и все, и так далее, и там подобное, это был Гагик Царукьян. Дорогие друзья, напомню вам, что мы сейчас говорим на тему, которая сегодня нас всех волнует. Еще раз напоминаю, что сегодня мои волонтеры, которые в разных частях Еревана раздавали бесплатно маски, а я напомню, что мы, начиная с 6-го числа, как приехали, этим занимаемся, я давал им указания сегодня опросить людей, таксистов, продавцов магазинов в Ереване, прохожих, что они чувствуют по поводу вот этих новостей, событий, связанных с Гагиком Царукьяном. Говорю абсолютно точную информацию, что тех, кого они опрашивали, все сегодня, вообще в Ереване очень многие сегодня, именно сегодня как будто взбодрились, конечно, ситуация напряженная, именно связанная с уголовными делами Гагика Царукьяна, но ситуация не напряжена в Ереване, потому что, повторяю, сегодня ереванцы спали, ели шашлыки, отдыхали у себя дома, ели черешню, покупали клубнику, варили варенье, ни один ереванец не пошел рвать волосы на голове, ни один ереванец не бросился с Давид-Ташинского моста, и ни один ереванец не лег на полу, там, на площади республики, говорил, Гагик Царукьян, мой кумир, да, мы видели людей из Ариндж-Мола, и хочу сказать, что тех, кого опрашивали мои волонтеры, это три человека, которые раздавали сегодня маски, все до единого говорили, что мы можем даже нейтрально относиться к Пашиняну, но Гагик Царукьян – это тот человек, который страшно опасный, и именно поэтому ереванцы в том числе к нему относятся крайне негативно, и, конечно, про Гагика Царукьяна так много плохого говорили люди, которые пострадали от его рук, от его действий, что, поверьте, кто-кто о ереванце очень хорошо знает, кто такой Гагик Царукьян, и, конечно, всецело те мнения, которые слышали мои волонтеры, люди на стороне Никола Пашиняна, за исключением каких-то, может быть, наверное, я иногда тоже читаю в интернете, есть такие примитивные мужики, Арпина и правильно говорила, которым можно на столе накрыть шашлыки или налить стопочку водки, и они могут продать душу дьяволу, да, но, слава богу, таких единицы, давай честно говорить, иначе сегодня перекрыли бы все улицы Еревана, но если Гагик Царукьян… На данный момент уже семь часов допрашивают Гагик Царукьяна в службе национальной безопасности Армении, и напомню, что три уголовных дела сегодня было возбуждено на Гагик Царукьяна, но надо сказать, что сегодня сделала заявление депутат от блока «Мой шаг», вот буквально полчаса тому назад информационные сайты опубликовали эту информацию, Кристина Паугусян от блока «Мой шаг» призывает Гагика Царукьяна вернуть на данный момент примерно 40 миллиардов драмов, что ты думаешь вообще, сколько, скажем так, должен вернуть Гагик Царукьян народу, чтобы народ понял, что то, что он отобрал у него, у народа, он вернул, ты думаешь, это 40 миллиардов, как говорит депутат Кристина Паугусян, или это больше, сколько? Ром, знаешь, я слишком маленький человек, чтобы назвать какую-то цифру, честно, я только сейчас, когда ты начал озвучивать о том, что его 7 часов допрашивают, мне стало жалко вот этих, кто его допрашивает, эти вот спецназы, не, ну это кто, как они называются? Там есть следственный комитет. Следственный комитет, да? Представляешь, как им сложно 7 часов говорить человеком, который 4 слова знает. Сколько должны вернуть, не надо, но за вот эту вредность, которую он им еще предоставит, потому что он все еще будет давать свидетельствование, однозначно придется доплатить. Ну, Ром, знаешь, я тебе скажу, если возвращаться к тому, что он начал свою деятельность и свое разбогащение с Кочаряна, за 20 лет, наверное, по год надо, наверное, вот это вот требовать, за по 40 миллиардов. Если считать все те гостиницы, все те развлекательные центры, если считать все те заводы, которые он прибрал, ты знаешь, в 2008 году, вот опять вернусь к тому, что вот партия Царукяна, да, когда в 2008 году Сасуна Микайлиана, Малхаса Малхасиана, Сукяса Корзо, да, лишали неприкосновенности, а почему они грудью не бились тогда? Они же, а что, эти люди просто сказали, что мы хотим, чтобы наш народ жил в достатке, что они что-то другое хотели? Почему тогда партия Царукяна проголосовала за? Сегодня они орали, его будут лишать неприкосновенность. А вообще, если ты слуга народа, зачем тебе эта прикосновенность? От кого? Для того, чтобы что-то скрыть? Для того, чтобы тебя не стащили? Чтобы только ты таскал? И если мы сейчас, опять-таки, да, вернемся к тому, что начиная с 2000-х, да, с нулевых годов, он под себя замял, между прочим, можно было спокойно до конца вот это жми, которые отобрали Горзону, как бы не позволить этому. Они что, этого не могли? Он типа развил такую мысль, да, пустили слог, что тот сказал, никто не должен участвовать в аукционе. Я не была свидетельницей, не верю. Но я точно знаю, у скольких людей они отбирали и какими, об, какими вариантами. Они приходили, входили в долю. Потом вот эти схемы, которые тот в начале нулевых делал, потом Микрай Миносян начал делать уже, начиная с 2010-го года, да, с разными компаниями. Он из себя построил более такого, крупного мыльного пузыря и залез в IT-сферу, в рекламную сферу. Я не знаю еще, куда залез медиа, залез о чем он вообще представления не имеет. Если бы имел, хотя бы такие поганые интервью не давал бы, и как блогер не выступал бы, непонятно в каком костюме, в какой-то кухне. Хотя бы сумел бы создать ситуацию. А вернуть он должен все то, что наворовал, Гром. Да, согласен. Он должен все вернуть. Итак, друзья, приветствуем всех, кто заходит к нам в эфир. Как обычно, у нас много людей, которые смотрят мои эфиры с моими гостями. На данный момент почти 1300 человек одновременно смотрят наш эфир. Делитесь нашим эфиром, делайте совместный просмотр. У вас в Фейсбуке есть такая кнопочка «Совместный просмотр». Когда вы нажимаете на «Совместный просмотр», те, кто у вас друзья в Фейсбуке, они тоже смотрят наш эфир. Почему я призываю делать всегда совместные просмотры и делиться? Потому что мы с вами должны быть сильнее, чем телеканалы. Мы с вами должны быть сильнее, чем армянские сайты и газеты. Мы с вами должны быть самыми сильными. И если каждый из вас будет делать совместные просмотры и делиться эфирами, тогда мы с вами уничтожим все те оппозиционные сайты, которые тратят большие деньги, но при этом несут ложь в массы. А мы с вами должны нести правду и делать это всегда вот так же агрессивно, как это мы делаем в течение последних двух лет. Как ты считаешь, на армянском я тебя спрошу, вот все те люди, которые смотрят и все, которые прошу и умоляю, честно, я вас всех прошу, на секундочку просто представьте себе, что у вас дома папа какие-то вопросы решил неправильно. Ваш старший брат, который остался в главном семье, какие-то вопросы неправильно решает или думает над этим вопросом больше, чем вы ожидаете. Но вы не знаете всех тонкостей, почему ваш отец или ваш старший брат или, не знаю, ваш близкий друг замедлил, или почему он здесь ошибся. Какие должны быть ваши действия? Вы должны стоять рядом и требовать, чтобы он был собранным, понятливым, был мудрым и понимал, что он в ответе. И вы должны вот это всегда требовать. А есть хими, полорин, хантрумэн. Паганджатэль эгэк. Паганджэк вольбиси цель пэйдуцюна, тарна кишт азниф. Педуцюн, ба айт скисэк цезанинец. Менк амболчь азгог, ромчан, уненен к шат-шат-медж тэрручуна. Мир азгий 95 тогозы, холор оренкнерэ, хорртсуум ээн, оренкнері рет кавац, амэн и ничь ану мэ, холор оренкнер, збат холор оренкнер. Мы с вами готовы по вашему структуру, и не собираю вас, чтобы вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, которые вы не знаете. Спасибо большое за все добрые слова, которые здесь пишутся. Я вот все читаю и действительно безумно счастлив, что такое количество людей в последние два года и их все больше и больше поддерживают все, что мы говорим. Конечно, дорогие друзья, один из фейковых страниц, сейчас без фотографий. Вообще, я считаю людей, которые без фотографий с фейковых страниц, я считаю, действительно ничтожествами. Но, что он написал? Он написал, что, Ром, как вы можете поддерживать Никола Пашняна, который является врагом России? Вот я хочу ответить на этот вопрос. Значит, вы, кажется, дебил конченый, да, и любой армянин, который думает, что Никол Пашнян является врагом какой-либо страны, он провокатор, клеветник и несет ложь. Никол Пашнян ни с кем не враждует. За все два года ни с кем не враждует. Он хочет хорошее отношение и с Россией, и с Грузией, и с Ираном, да, это стопроцентная информация. И те армяне, которые в России пытаются убедить Россию, что Никол Пашнян враг России, это конченые подонки, которые потеряли власть в самой Армении, которая была у них при Сержис Арксиане и Роберте Кортиоряне, они умышленно хотят русских настроить против Никола Пашняна, потому что они же потеряли власть в Армении и они думают, что вот Великая Россия, если разозлится на Никола Пашняна, то его выгонят и они вернутся как друзья России. Это не так. Отношение с Россией Николом Пашняном поддерживается не просто в дружественной атмосфере, а в союзнической атмосфере. Просто здесь есть законы и в отличие от Сержиса Арксиана и Роберта Кучаряна, Никол Пашнян хочет, чтобы все законы Республики Армении действовали на территории Республики Армения. Он же не хочет, чтобы они действовали на территории России или на территории Грузии или на территории Ирана. Поэтому, господа продажные армяне, которые во времена Сержа и Кучаряна, вы готовы были в том числе отдать семь районов вокруг Арцаха. Это же вы хотели сделать, дорогие друзья. Что же вы тогда свою задницу не рвали и не говорили? Как ты можешь, Серж Сарксиан, отдать семь районов Азербайджану? Почему вы об этом не говорили? И кто был врагом собственного народа? Экс-президенты Армении. Экс-президенты. Поэтому не надо врать, дорогие друзья. Понятно? Вот. Двигаемся дальше. Арпине, вот здесь тебя спрашивают, спрашивают, как ты думаешь, те люди, которые пострадали от Гагика Царукяна, если они пойдут в полицию, сумеют ли они отобрать обратно вот это все, что они потеряли? Есть такой шанс? Как ты думаешь, что полицейские встанут, пойдут до конца и вернут людям земельные участки, рестораны и так далее и тому подобное? Ты знаешь, я тебе скажу, что у нас очень много сейчас на самом деле дел, которые вот в этом плане как раз перераскрыты. У нас есть одна проблема на сегодняшний день, которая очень многих не радует меня тоже, к сожалению. Суды наши. То есть они могут прийти со всеми доказательствами, поднять вопрос, требовать. Просто им нужно будет терпение для того, чтобы довести дело до конца. Однозначно сейчас нужно приходить, нужно поднимать эти вопросы, нужно не бояться. Очень многие кричат, а где его все говорили у Сашика 50 процентов? А все боятся. И а те, которые не испугались вот за последние два года и поднимали вопрос, к сожалению, в судах следователи, которые, на которых тоннами есть досье. Ты понимаешь, вот в прокуратуре, да, если мы возьмем? Хотя сам Пашинян говорит, что среди них есть честные прокуроры, но у меня тут как бы стоит... Вопрос, да? Не вопрос. Не верю. Их всех настолько сильно испортили, и на всех есть такое количество, понимаешь? Особенно последние вот 12 лет, да, где-то начиная с 2006-2007 года, всех, кого можно было испортить, испоганить, создать досье, подставить, чтобы потом, шантажируя, заставлять делать разные дела, не могли, если напрямую на суд с прокурора или судью, доставали там дочку или сына, брата, сестры. У нас есть Гаги Кхачатриан, нет, не Гаги Кхачатриан, он был в конституционном суде, соратник с Ливоном Теш-Петросяном, на него никак не могли найти компромат, и дошли до него через сына его брата. Ведь в 2008 году то, что Ливон победил, это было однозначно. Очень многие его не воспринимают, у меня тоже есть свои вопросы к господину Те-Петросяну, которые я очень часто в наших, вот как бы, с друзьями, с родственниками, когда близкими разговариваем, мы поднимаем эти вопросы, но человек сумел выйти к огромному, если ты видел вот эти кадры, я не знаю, может быть, смотрел, когда он вышел и просто извинился, он сказал, я бинопад, я допустил какие-то ошибки, я сейчас пришел, используйте меня как инструмент, понимаешь? Человек пришел и сказал, он осознал. И я тебе скажу такую вещь, в прокуратуре я не вижу нормального, порядочного человека, кто придет, и на которого не будет никакого компромата, чтобы он что-то сделал, но, но, а это паганчапиютюн, я его люблю очень на армянском, вот это слово, вот это должно у нас в каждом, в каждом человеке сидеть, и мы все должны потребовать, чтобы это было. Ведь помнишь, вот вопрос с паспортом женщины, которая приехала получать паспорт в Армении, стать гражданкой, и вопрос дошел до Пашиняна. Просто нужно не сдаваться и нужно до конца идти, вот в чем, насколько сегодня люди готовы, да, вот это делать, а то, что надо требовать, чтобы все это вернули, если у вас есть доказательства, если у вас есть факты, ребят, двумя руками, приезжайте, как только возможность будет, поднимайте вопросы, пишите, пишите на страницу Пашиняна, пишите на страницу, мы же тоже часто это делаем, очень много мы видим, что происходит, и мы понимаем, что это идет процесс саботажа, мы тут же поднимаем хай в Фейсбуке, и мы все делаем, чтобы до него именно дошли все эти случаи, которые бывают. Это сложно очень. Вы минуточку, люди, подумайте, что у нас есть самое-самое страшное на сегодняшний день. Это коронавирус и война в Арцахе, которая может в любое время или хамчик начать. И вот с этим вместе ему приходится тут как бы разгребать то, что нам наследство оставили эти сволочи, по-другому я не скажу. Все те, кто в КГБ сидит, в прокуратуре сидит, в следственном сидит, они на всех имеют компроматные досье, они всех испортят. Сейчас я отвечу, Эдуард Агаджанян пишет, извините за грубость, но вы ведете банальную дискуссию, основанную на слухах. Уважаемый Эдуард, я обращаюсь лично к вам, хотя сейчас нас смотрит почти тысячу человек. Мы не на слухах основываемся. У нас в мессенджере за два года очень много людей написали, как они пострадали от Гаги Кацарукьяна. Это я вам говорю как журналист. И поверьте, там не пять, и не десять, и не двадцать человек. Но и как журналист я понимаю, что эти страшные истории мне не нужно рассказывать в эфире. И если вы думаете, что вы в эфире слышите хотя бы один процент того, что мы знаем и что мы слышим, то вы примитивный и наивный человек. Простите за грубость. Вы же просили прощения за свою грубость. Я тоже прошу прощения за грубость. Если вы недооцениваете людей, которые выходят в эфир, если вы за чистую монету принимаете вот именно весь этот образ в эфире, значит, вы что-то не понимаете в лайфах Фейсбука. Потому что на самом деле то, что мы говорим с Арпине, мы говорим так, чтобы по фактам ничего лишнего не говорить. Кстати говоря, секунду, я сейчас Арпине подключу мою батарею, потому что кажется, она уходится. Давай. Как мы видим. Прошу прощения. Так вот, все, все нормально. Прошу прощения еще раз. Я тоже просто много добавлю от себя, Рома. Уважаемые, дорогие наши братья и сестры, все те, кому не нравятся эфиры Ромы, его интервью с нами, с его друзьями, а мы просто все друзья, поверьте, вы можете просто не смотреть нас. Найдите те передачи, найдите ту информацию, которая вас устраивает, найдите те истории, те лапши, которые вам вешают и живите ими. Кто вам мешает? Ради Бога. У каждого есть выбор. Выбор есть всегда. У Царукяна был выбор. Он пожал руку народа в 2018 году и сказал, что я с вами, я раздавал вам воду буквально за день ухода Сержа Азатовича. Пускай бы сдержал слово. Он этого не сделал. Он пошел против народа. Он продолжал все в эти два года вести ту же самую борьбу, которую из-под тяжка ведут как Марукян со своей командой, так и Царукян. Ты абсолютно правильно сказала, Гагик Царукян два года он получил от Никола Пашиняна времени. Я сейчас ему отвечу, Эдуарду. Два года он получил время, и за два года... А зачем тебе ему отвечать? Нет, ну, наверное, он хочет получить ответ. Я думаю, нужно уважать. Но если я коротко скажу, что за два года он так и не понял, что власть находится в руках народа. И я думаю, люди правильно говорят, что Гагик Царукян действительно намного даже глупее, чем мы думаем, потому что то, что он сейчас сделал заявление несколько дней тому назад про правительство Армении, вот сейчас, конечно, Загурабьян и все остальные вот эти примитивные депутаты врут, что якобы это политическое преследование. Нет. Я думаю, что на Гагик Царукяна вот эта кипа уголовных дел давно уже набирается, и он, конечно, чувствует, да, вот сегодня появилась информация, что его сын уже сбежал, да, и так далее, и тому подобное. На самом деле он чувствовал, что на него... Броня, но он не чувствовал, ему сообщили, что на тебя завели дело. Он это прекрасно знал. Он это не просто... Можно я вот для таких подписчиков, как Эдуард, да, вот, который написал? Да, да. Можно я для них просто такой вопрос задам, и пускай каждый сегодня перед тем, как уснет, подумает об этом. Уважаемый Эдуард Чан, будете, так сказать, в Армении, звоните, заходите. У меня к вам и ко всем тем, которые считают, что мы просто тут занимаемся ерундой. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь слышали, чтобы Гагик Царукян поднимал вопрос о тех солдатах, которые на границе с Азербайджаном на постах стоят? Вы когда-нибудь слышали, чтобы Гагик Царукян пришел к Сэрзу Азатовичу или к своему Робику, который создал его партию, как Карпан, Чайбишун? Вы когда-нибудь слышали, чтобы он пришел и сказал, а солдаты же голодные, давайте я их месяц покормлю. Месяц своих вот этих крупношейных мордатых кормить не буду, своих львов кормить не буду, а буду кормить солдатов. Вы когда-нибудь слышали, чтобы партия Парковач-Айастан занималась бы тем, чтобы подумала о носках или о трусах наших солдатов? Вы когда-нибудь слышали, чтобы они поднимали вопрос о том, а какое видеонаблюдение на границах, чтобы мы быстро увидели, что творится и когда будут передвижения? Вы когда-нибудь слышали за 4 года после апрельской войны, чтобы Гагик Царукян, Найра Зоробян, Арман Абовян, там еще есть один вот этот крикливый юрист, который все время своим дипломом машет, чтобы они пришли и сказали бы, народ, давайте соберемся и поймем, почему мы, мы, которые были в согласии с партией, рядом с Сержем Азатовичем, позволили, чтобы наших героев, Мадавинэн, вы когда-нибудь это слышали? Ваш святой Гагик Царукян когда-нибудь говорил о наших ребятах, о наших сыновьях, которые на границе? Почему его сыновья не на границе? Можно я вас спрошу? Вот как только вечером уснете перед тем, как обнимите своих детей, попробуйте ответить на вот эти вопросы, которые я сейчас подняла, и потом обращайтесь, мой Фейсбук открыт и всегда готова с вами пообщаться. Ну что ж, мы услышали из уст Арпене, что сын Гагика Царукяна не служил, кстати, напомню, что некоторое время тому назад обратилась к жене Гагика Царукяна, Дживаншир, если я не ошибаюсь, ее зовут, женщина, которая потеряла сына во время перестрелки и побоища в ресторане в Кутайкской области и обвиняла именно сына Гагика Царукяна в убийстве своего сына и обращалась к маме этого парня, к жене Гагика Царукяна. Вот именно об этом сыне идет речь, который не служил в армии и который, как сообщают в Фейсбуке, теперь уже отсутствует в Ереване и говорят, что он уже сбежал. Дорогие друзья, наши подписчики обращаются с просьбой, что сейчас уже есть люди, которые, Джаваир, прошу прощения, да, Джаваир, наши подписчики обращаются с просьбой ко всем, дорогие друзья, пишет Орлетта Мелконян, пожалуйста, не бойтесь писать заявление на Гагика Царукяна, если он вас кинул, а таких очень-очень много, я сообщаю, что уже некоторые люди пошли писать на него и требовать, чтобы он вернул им земельные участки и имущество, которое отобрал. Ну вот, подписчица наша пишет, что уже люди пошли и начали писать на его заявление, и вот наша подписчица обращается с просьбой ко всем, что не бойтесь, и есть 99% шансов, что все, что вы потеряли из-за Гагика Царукяна, вам возвратят. Ну вот, мы уже об этом с тобой говорили, Арпины, что пострадавших очень много, постоянно в интернете очень много людей, которые что-то пишут, и ты сама говорила, что надо требовать, и не нужно, на самом деле, бояться. Обязательно. Рома, что ты думаешь с ситуацией коронавируса, можно я тебя спрошу? По-твоему, вот то, что у нас были не такие большие цифры, и они резко вот так стали большими, как по-твоему, это может быть только виновое правительство. вот секундочку, Левон Овсепиан пишет, мои двоюродные братья побывали в клетке у Гагика Царукяна. Если они побывали, если они пострадали... Таких случаев немало, Ром Чан. Таких очень много, да. Почему вы не пожалуетесь за моральный ущерб, если вы получили проблемы со здоровьем, почему не пожалуетесь на все это? Идите и жалуйтесь, да. Требуйте каждый, чтобы по закону республики отвечали бандиты, преступники, любые, кто вас обиделит. По фактам идите поднимайте вопросы, народ. Вы хотите, чтобы Никол за вас все это сделал? Не будет этого. Каждый за себя должен отстоять. таких историй много, которые избили, убили, обокрали, очень много. Я тебе скажу, что его старший сын, еще учась старших классов, он и ножом пырнул своих одноклассников, и разборки разные были. Скажу, что он парень, который... Ого-го! А с кого он этот пример брал? С меня, что ли? Хорошо. Дорогие друзья, мы уже говорили вам, что наши подписчики сказали, что многие уже пошли писать. Вы тоже можете прислушаться к совету нашей подписчицы, которая говорит, что у вас есть 99% шансов, что все, что у вас отобрал Гагик Царукьян и его окружение, вам все это будет возвращено, и государство на это тоже настроено очень жестко. Дорогие друзья, хочу напомнить, что один из главных тезисов в сегодняшнем эфире Сарпине является тот, что Никол Пашинян целых два года дал тому же Гагику Царукьяну, и за два года Гагик Царукьян решил не помогать людям, а наоборот выгнать Никола Пашиняна и встать на его место. Ну почему ты, кстати, на самом деле не сделал это Сержем, Саркисяном, а теперь ты хочешь выгнать, кстати говоря, единственного легитимного руководителя за последние 20 лет, потому что Никол Пашинян легитимные, а вот бывшие экс-президенты были нелегитимные, и это очень-очень важный момент. Нарине Саркисян пишет, Арпинеджан, вы же понимаете, что народ себя в условиях коронавируса ведет неправильно, и даже многие идут и организовывают большие похороны. Вот, кстати, как ты считаешь, сейчас обязательно, да, устраивать большие похороны, или получается, что похороны это такое мероприятие, вот особенно в регионах, что так или иначе вся деревня идет на похороны. Смотри, Ром, значит, какое-то время тому назад, когда я узнала, что врачей все больше и больше заражаются, и что вот в деревнях особенно становится страшно, я поняла одну такую вещь, ведь во многих деревнях это либо додовские, либо сержевские, их просто не сняли и не вышвырнули, им тоже дали шанс начать с чистого листа, да, как во время революции, да, стоял вопрос, что не будет уничтожения всех тех, кого мы считаем реально очень красивым слодом, гадами, мы их не тронули, мы решили, что мы им оставим как бы жить спокойно, не тронем, а сами-сами себе будем все это строить. Теперь, пришла беда, каждый человек должен иметь мозги. Почему мы обязательно должны устраивать вот эти похороны? Почему вся деревня обязательно должна собраться? Ведь в конце концов то, что люди собираются, они должны собраться и проводить последний путь. не обязательно лезть, целоваться, садиться за стол, кушать, вот этот маленький стол, который можно на кладбище организовать. Что делали вот эти кюгопеды, можно я спрошу? Каждый на месяц, и потом, у меня есть мнение, что даже в этом вопросе есть саботаж. я не удивлюсь абсолютно, если я вдруг где-то все-таки, конечно же, по фактам знаю, что заразившегося человека за деньги подослали и туда, и туда, и туда. Ведь в конце концов сетьмиардинской женщиной, которая вот первой резонансной, да, такой огромный был, такой вот прямо устроен по мозгу. Ведь это то же самое. Человек понимает, что больная без проверки прилетев из Италии, устроила вот, это же было показательным, на примере этого продолжать делать вот эти подпольные свадьбы, похороны, и упрекать правительство, вы поймите меня правильно, я этот вопрос Роме задала, мне просто хочется понять, а как вы думаете со стороны, да, не находясь внутри страны? Потому что я вижу очень много вот таких вот непоняток. Когда люди, вроде бы уже пример имели в марте месяце вот с этой женщиной бедной, которая, ну, мозгов не хватило, вот она себе сделала укол и в таком виде пошла устраивать по мозгу своему единственному сыну. Ну, неужели на примере этой женщины нельзя было подумать, что с этим нельзя шутить? Ведь на самом деле после свадеб, после похорон есть семьи, где умерло по одному, по два человека заразившихся. Какое право имели женщины, мужчины, старики наши за 80, за 90 лет заболеть этим вирусом? Можно я узнаю? Это от молодых только. Но уже с конца января все орали и кричали о том, что молодые переносят легко, после 60 уже начинается осложнение, если, не дай бог, есть еще хронические, то там вообще ситуация очень тяжелая с этим вирусом. Даже если мы будем считать, что Арсен Торосян самый плохой, Николь Харчинян, не дай бог, какой он вообще там, ворчапит, не знаю, что вы хотите, то и говорите о нем. Я знаю одну вещь. Человек каждый божий день нам, вроде бы всем образованным, мудрым людям, вдалбивает, вдалбивает, что народ, опасная штука этот коронавирус, ну сидите дома. Я одна из представителей Туротрисы, которая пострадала больше всего из-за этого вируса, но я это все соблюдаю, я не получаю зарплаты, я не получаю то, что должна получить, хотя работала на все, то, что потеряла я и моя компания с осени прошлого года, но мы не орем, мы не поднимаем хай в сторону тех, кого вы выбрали, даже если вы не выбрали, это война самая настоящая, как можно вот так вот по-свински себя, если бы была бы война, вот я каждый раз в разговорах с друзьями поднимаю этот вопрос, допустим, сейчас, не дай бог, но у нас идет война, и нам надо в подвалах отфиживаться, можно я узнаю, вы эту свадьбу как будете делать, где вы будете вот собираться, похороны делать и еще потом застолье устраивать, вот идет реальная война, как вы это собираетесь делать, ну, нужно головой думать, и нужно быть немного дальновидными, а вот на секундочку представьте, что не было в революции 2018 года, вы какого министра сейчас мне назовете, какого министра мне напишите в комментариях, который бы более грамотно решил все эти вопросы, какого президента, какого премьер-министра назовете, сыр что-нибудь сделал, Карин Калабетян что-нибудь сделал бы, или Коч сделал бы что-то, назовите хоть одного человека, который больше пашиняна любит каждого из нас, и за каждого из нас у него болеет душа, но совесть надо иметь, я тоже вижу ошибки, и многие может и не верят в Бога, поэтому они не поймут мое сказанное, и Никол Пашинян когда приходил и говорил дайте мне мандат, вы мне доверяете или нет, он не говорил я Господь Богу есть антерием, и человек выходит и говорит что да, у нас есть ошибки здесь, 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 мы будем менять людей, меняет, а что вам кажется что придет третий, четвертый и он не сделает этих ошибок, или не будут вот эти же неправильные как бы понимания того, что творится, вот с Россией очень многие, что интересно, опять крайности, есть люди которые говорят Никол полностью лег под Путина, есть люди которые говорят что вот он не признает Россию, народ, он признает меня с вами, успокойтесь все, Путин ему никто и зовут его никак, для нас, для меня, для каждого армянина, он будет дома принятым, хорошим, не знаю, руководителем, дай Бог ему долгих лет жизни, мне как-то по барабану, честно. Нет, вообще, я всегда говорю, что нужно обсуждать только свое государство, заниматься своим домом и не трогать никакие дела связанные с соседними государствами, всем желать добра, счастья и делать так, как делает Пашинян, со всеми сотрудничает, работает во благо своей страны, а не во благо их страны, и это нормально, так делает каждая страна, конечно, что касается, кстати говоря, России, именно последние два года большое количество туристов из России приезжало в Армению, и все оставались довольными, и я не побоюсь сказать, что на самом высоком уровне мы знаем, принимают в Армении русских, которые приезжают к нам отдыхать, и дай Бог, чтобы сейчас вот эта история закончилась, и русские в большом количестве приезжали в Армению, потому что Армения это музей под открытым небом, наши христианские святыни, согласись, более понятны, конечно же, христианам, давай будем говорить честно, арабский мир или Иран, ему не особо интересно смотреть христианские святыни. Я просто добавлю, Ром, у меня, лично у меня очень много гостей из России, которые приезжая, возвращались, покупали квартиры, очень многие айтишники приезжают и живут тут, потому что им нравится жить в Армении, им нравится, потому что здесь народ хороший, как бы нас не испоганили за последние 20 с лишним лет, все равно мы хорошие люди, мы гостеприимные, для нас гость это человек от Бога, каким бы ты ни был Додом, Наирой Зоробиан или еще кем-то, я однозначно знаю, что они примут любого гостя достойно, будем честны в этом вопросе, они все болеют за свою родину, но каждый сделал свой выбор в отношении того, как нагармить себя и свою семью, и исходя из этого им приходится, вот сегодня тоже прозвучала такая очень классная мысль, вот это пресс-секретарь, да, тоже депутат Дода, женщина, не знаю, как ее зовут, честно, она говорит, вот, депутаты правящей партии, они забыли о законе бумеранга, ой, я так хотела, чтобы в это время, им ленаганец барбаров хайднавей и дахчигамода сэй, курэс, мерным сердит, этот закон бумеранга, и они гэс, им, кюмэрва барбарова ссац, кашхадей и пормарта чишц хэгджов кабры, а бумеранги они вспомнили. Тысячу, сто человек почти смотрит наш эфир, огромное количество людей, вот Анна Алоян пишет, спасибо, Рома за эфир, какая приятная образованная женщина сегодня в эфире, вот пишет, арпириджан шашашнувакалутсюн эдбарихоски ригамар, хасмика копиам пишет, спасибо за эфир, Арпине, вы очень-очень классная женщина и так далее, и так далее, и так далее, мы все армянки классные, запомните, наш армянский мир, наша армянская земля всегда в самые трудные времена отстаивала свое право жить женщинами, мы должны всегда говорить о мире, о любви, растить таких детей, которые бы стояли горой за свой дом, за свою родину. Марина Григориан спрашивает, кто вы, Рома, я вас не знаю, и кто ваши гости, извините, просто я вас не знаю, вот это как раз новые наши подписчики, уважаемая Марина, я являюсь журналистом информационного агентства Арминфо, меня зовут Рома, мы работаем в группах в фейсбуке и также на моей странице, и сегодня у меня интервью с Арпине Петросян, мы говорим о Ереване, Армении, о ситуации, о Гагике Самвел Григориан пишет Арпине, ленинаканских других и не бывает, я думаю, что это правильная фраза, на армян и других не бывает, абсолютно, и так, возвращаясь к теме Гаги Кацарукяна, скажу, что сейчас появилась информация, что допрос продолжается в службе национальной безопасности, конечно, скажу, что если допрос такой долгий, это не только означает, что он плохо говорит на армянском и тяжело отвечает, кстати говоря, Гагик Кацарукян до сих пор не выучил армянский язык, да, то есть литературный армянский язык Гагик Кацарукян не выучил. Ну, я тоже не выучила, Ром, тебя что ты хочешь? Да, но ты можешь говорить на армянском, а у меня... у меня большие погребности бывают, я как только перехожу на армянский, шадла, лейнаганити, алектовке, хосам. Да, вот сейчас эфир есть у нас, у нас эфир есть, это у вас пропал, Давид. Хочу сказать, что сейчас как раз появилась информация, что Найра Зограбян, о которой я в начале эфира говорил, что сегодня многие говорили, что они не думали, что Найра Зограбян действительно ноль человек за спиной, потому что, судя по тому, что... Ну, это за пределами Армении была видимость. Да, видимость за пределами Армении. Так вот, я хочу сказать, что она сейчас сказала такое громкое заявление, как будто она кому-то нужна, что я верю, что могут и меня арестовать, типа того. Ну, это она себе цену набивает. Госпожа Зограбян, хочу сказать, что мы, журналисты, не верим, что вас могут арестовать, потому что у вас за спиной нет никаких огромных масс. Наверное, надеюсь, что вы, в отличие от Гаги Кацарукьяна, не делали, наверное, никаких нарушений, кроме популизма, а это позволено журналистам и депутатам. Поэтому я что-то сомневаюсь, что госпожу Зограбян... Ром, даже не говори. Ром, Ром, послушай. Я тебе скажу такую вещь. Когда я только переехала жить в Армению и в 2007 началось вот это сильное противостояние, мне очень много рассказывали мой супруг, его друзья рассказывали о событиях 2004 года, которые я знала тоже, живя в России и в Москве. Я не представляла, как издевались над народом. Я даже не могла допустить, до чего могут дойти люди для того, чтобы защитить свою власть. Честно, не доходило до меня все полностью. Но я, проживя почти 14 лет, уже обратно вернувшись из России, жива в Армении, я убедилась в таланте Хочаряна Роберта, Саркисяна Сержа. Их шайки, и их банды, они всех могут потопить, потому что ты не знаешь, кого, как они использовали и где, что, как их подставляют. Поэтому, если Найра Зоробян делает такое заявление, а может быть где-то стоит ее подпись, где не должна была стоять. Да, конечно. Вот сейчас адвокат Гаги Кацарукяна сделал запись на своей странице в Facebook. Итак, адвокат Гаги Кацарукяна пишет, что согласно Конституции Армении депутат может быть задержан только согласие Национального собрания Армении. Этого на данный момент нет. Или, либо при непосредственном совершении преступления, таких фактов пока тоже нет. Следовательно, основания для задержания у Службы национальной безопасности Гаги Кацарукяна нет. Цитата. Длительность допроса в течение одного дня не должна превышать восьми часов при условии предоставления как минимум одного часа перерыва. Ну, вот журналисты спрашивают у адвоката Царукяна, почему Царукян не выходит на связь. Алоян обратил внимание на то, что следователь принял меры, чтобы до завершения допроса свидетели по этому делу не общались между собой. Ну, вот отмечу на самом деле, что, собственно говоря, вот этот допрос и предыдущие действия, которые были сделаны по адресу Гаги Кацарукяна, на самом деле многие люди все два года спрашивали, почему, 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 почему. И мы поняли, да, вот даже сегодня, что на самом деле вот эти папки, которые увеличивались, их так много и там всего так много, что это невозможно было сделать за месяц, два или пять. Да, вот это как раз к тому, что ты говоришь, мы же не знаем всех тонкостей работы Николы Пашиняна. Вот скажи мне, вот последний тебе вопрос, Арпина, и на этом мы наш эфир сегодняшний закончим, хотя нас смотрят, повторяю, более тысячу человек. Вот, последний вопрос в моем сегодняшнем эфире будет следующий. Как ты считаешь, чего хочет конкретно народ? Вот он хочет, чтобы Гагик Кацарукян сел, Гагик Кацарукян вернул все деньги, или народ хочет, чтобы Гагик Кацарукян оставил в покое его народ, или может быть все вместе. Вот чего больше всего хочет народ? Ты как жительница Еревана, которая знает людей больше, чем люди из диаспоры, как ты думаешь? Это такой обширный, такой, знаешь, широкий такой вопрос. Народ хочет справедливости, Ром. Но в это понятие справедливости входит очень-очень много. Народ хочет, чтобы никто его не считал быдлом. Народ хочет, чтобы его никто не считал 5000 литромовым. Что его можно купить за подсолнечное масло или за топливо. Народ хочет, чтобы он тоже без кредитов, и без ипотек, и без займа делал себе своим детям свадьбу. Народ хочет, чтобы они тоже с достоинством хоронили своего близкого. Народ хочет, чтобы их дети тоже получили хорошее образование. Народ хочет, чтобы все те, которые в ответе за наших сыновей, которые умерли на границе Арцаха или Армении с Азербайджаном, чтобы все вот эти офицеры, высшие чины, чтобы за это ответили. Народ хочет, чтобы мы жили достойно. Потому что если Гагик Царукян, который нечестным трудом, это как бы не будем об этом даже обсуждать, и ему подобные могли себе позволять поездки, покупки, постройки таких домов, которые у него есть. Народ хочет, чтобы он тоже имел какую-то вот такую часть. Потому что в такой стране, как наша, которая не имеет ни нефти, очень маленькое количество золота или каких-то драгметаллов, не имеет моря, что очень важно для того, чтобы народ имел богатство. Наш народ, который просто изуродован войной, землетрясением и 25-летним уничтожением со стороны своих правителей, чтобы люди ответили, и чтобы они наконец-то стали бы на путь по строению достойной жизни для себя и своих детей и внуков. Я, например, не жду, что я увижу вот этого всего. Но я уверена, что хотя бы мой ребенок, моя внучка к этому придут. Потому что я знаю, что мой ребенок отучился, сумел найти себе работу, и она себе зарабатывает на жизнь. Это уже можно делать. И, слава Богу, таких людей очень много в Армении уже. Мой ребенок не хочет уезжать из Армении. Ей очень комфортно жить у себя на родине. Я хочу, чтобы моя страна, Ашинян, которому я доверила, и те его соратники, которым я тоже верю, чтобы они смогли найти пути, по которым законно можно наказать и вернуть все то, что разграблено, и поставить мою страну, страну моих братьев и сестер на правильные рельсы. Я хочу, чтобы... Помнишь, мы в прошлый раз говорили, я опять повторюсь, нас смотрит больше тысячи людей. Я хочу, чтобы... Я не знала, кто премьер-министр моей страны. Я хочу, чтобы я не знала, кто министр здравоохранения. Я хочу, чтобы я не знала, кто стоит во главе моих солдат, сыновей на границе. Я хочу, чтобы я им всем доверяла, и чтобы моя страна в этом вопросе стояла на рельсах. Я хочу, чтобы матери не боялись отправлять своих сыновей на границу, защищать свою родину. Я хочу, чтобы матери, когда приходят свататься за своих дочерей, не боялись по пятое, по седьмое колено узнавать, кто эти люди. Если они на такой тачке приехали, может быть, какая-то есть история. Я хочу, чтобы не было всего этого, Ром. И народ этого хочет. Хорошо. Гаги Кацарукяна выпустили спустя восемь часов. Он ответил на два вопроса и быстрым темпом убежал. То есть он не стоял. Ответеть! Восемь часов и два вопроса! Представляешь? Не орал, не кричал, не угрожал, быстро сбежал. Тигран Сарапян пишет, что Никол Пашнян должен быть жестким, потому что дальше народ будет уважать столько жесткого лидера. Ты знаешь, я... И правда это. Да. Я вам скажу такую вещь. Нужно быть не жестким, нужно быть мудрым и твердым. Жесткость может привести к таким последствиям, от которых потом будем мы все кричать, что это что за жесткость. Он должен быть твердым и мудрым, как в свое время был царь Соломон. А вот я этого буду просить у Бога. Чтобы он был очень твердым, чтобы он был очень мудрым. Просто попросите у Бога, чтобы у него была твердая и мудрая рука и голова. Жесткости нам не нужно, нам нужна твердость. Поверьте. Да, ну вот я тебе обещал, что это будет последний вопрос. Давай все-таки я еще один добавлю вопрос. Маленький вопрос. Давай. Я так как живу в Москве, сейчас нахожусь в Ереване. У нас есть в Москве очень много армян, и в России, которые поддерживают Пашняна. Простой народ, я могу точно сказать, на 80-85 процентов за Пашняна. Но люди, отдельные люди среди священников, отдельные люди среди организаций, отдельные люди. В большинстве своем армянские олигархи, да, все они ведут тотальную войну против Пашняна, в том числе со своих русскоязычных сайтов. Да, это именно они в большинстве своем вот этот негатив ведут. Думаю, что кто-то отдельно, может быть, из посольства Армении. Почему нет? Откуда мы знаем. Конечно. И вот я хотел тебе задать вопрос, что ты сказала, и армяне России, и не только России услышали. Имеет ли право армянин России, который не живет здесь, который никогда не был в Тавушской области, который не знает, как поживают люди, боют зори? Имеет ли право такой армянин, который ни одного дерева здесь не посадил? Имеет ли право вообще такие армяне каждый день какие-то посты пишать, как должен жить народ, как надо поступить с Сарукьяном, как надо поступить с Пашиньяном. Вообще вот эти армяне имеют право что-то писать против народа или властей, или диктовать что-то Армении, которые здесь не живут, которые ничего не делают для Армении, и которые не знают психологию регионов. Я вот сейчас так длинно сказал не потому, что я хочу откорректировать твой ответ, а просто потому, что мои вопросы, которые имеют глубину, а этот вопрос имеет глубину, они не могут быть произнесены в формате одного предложения. Пожалуйста. Я всем тем, я сама с 92-го года очень долго жила в Москве. Вы знаете, я просто как ваша сестра, как ваша мать, как ваша подруга, вас всех попрошу следующего. Чтобы вы говорили о своих пожеланиях насчет того, какой вы хотите видеть свою родину, но указывать мне, моему брату, моей сестре, всем вашим братьям и сестрам, которые здесь каждый день выживают, пытаются выжить и пытаются стать на ноги, не надо этого делать, потому что мы, которые живем здесь, в Армении, не говорим, что вам делать, живя в Европе, в России, в Америке. Мы не указываем вам. У каждого есть свой выбор. Вот чтобы что-то сказать и что-то указать, вы приезжайте, оденьте нашу обувь, построите свой бизнес, потеряйте его, всей своей роднёй за 24 часа сумеете как-то улизнуть, чтобы додовские или манвеловские вас не бросили бы в клетки к своим зверям, а потом указываете. Вот когда вы пройдёте хотя бы тот путь, который прошли те люди, не дай Бог, если вы пройдёте ту путь, которую прошла женщина, чей сын был убит сыном одного из олигархов, вот не дай Бог, когда, не дай Бог, чтобы вы это прошли, и тогда вы можете уже как бы говорить, что вот нам делать и как нам быть. Вы когда-нибудь были в сёлах на границе, в Тауши? Вы когда-нибудь видели, как там в деревнях люди собирают урожай? Вы когда-нибудь проезжали рядом с воскепаж деревней, рядом, там граница буквально знаете какая, когда обстреливают дорогу, межправительственную дорогу, соединяющую Армению с Грузией? Вы знаете, что такое проезжать? Вы знаете, что такое жить 24 часа вот в таких условиях? И вместе с этим создавать семьи, устраивать свадьбы, поднимать урожай. Вы вот это всё проходили? Вот когда приедете, когда пройдёте, вот тогда указываете. А вас всех я просто попрошу, пишите о своих желаниях, каким бы вы хотели видеть Армению, как вы мечтаете. Да. Просто не пишите, о чём вы хотите. вы постараетесь каждый по крупиночке что-то сделать. Может быть, тогда ваше желание осуществляться, но указывать не указывайте, пожалуйста. Да, наш подписчик Артур Осипян, который, кстати, помогал больным людям через армию лекарствами, пишет, помогать можно, оборажать мысли нельзя. Артур, если вы потом пересмотрите мой экир и мой вопрос ещё раз услышите, я говорил про то, что можно ли каждый день сидеть, критиковать, и говорить, кто должен быть правительством, кто нет. Я это сказал. Может ли человек, который не живёт в Армении, точно знать, какое правительство ему нужно? Потому что со стороны невозможно это видеть. Потому что мы все эфиры, кстати, видим тоже из Еревана. А вы знаете, Армения, я всегда говорю, это не только Ереван, это все сёла, все города. Армения – это и Гюмри, и Горис, и Гапан, и Джеван, и каждое село. Потому что сёла – это тоже люди, это тоже Армения. Почему вы думаете, некоторые вот думают, что да ладно, там какое-то село ничего не решать. Вот в Новой Армении решает каждое село и каждый человек, а не только люди, которые живут на улице Баграмяна, где живёт Карпинэ. Можно я тоже добавлю, Ром? Артур Чан, мы с тобой общались несколько раз, можно я тебе задам такой вопрос и всем остальным? Вы когда помогаете своим родителям и близким в Армении? Вы после этой помощи указываете, как им жить? Как эти деньги или как это то, что вы то, чем помогли, как им воспользоваться? Неужели мы, помогая, понимаем, что нам надо кому-то что-то указывать? Ведь помощь даётся для того, чтобы человеку просто поддержать, а не указывать, как делать и что делать. Помогайте, но не требуйте и не указывайте, как быть. Опять-таки, я повторюсь, может быть, я ошибаюсь и Пашинян не оправдает наших надежд, не дай Бог, но я ему верю. И я его выбрала. В выборах участвовала я. Приезжайте, поработайте со мной вместе в Армении, получайте те деньги, которые может платить Армения, которая небогатая, живите здесь, голосуйте, выбирайте того, кого вы хотите. Но если вы, как гражданин своей Родины, как брат, как сестра, протягиваете руку помощи, не указывайте, что дальше делать. Это то же самое, чтобы человеку налить в тарелку суп и указывать ему, как этот суп ему есть. Ну, не хочет человек картошку из этого супа. Я прошу прощения, если очень эмоционально получилось. Марията Иванян пишет, Арпине, я потеряла магазинчик, охранник Гаги Коцарукяна забрал у меня магазин, и я ничего не получила, мне очень обидно и больно. Но мы уже с тобой говорили, что нужно обращаться, писать заявление. Документы, если есть факты о том, что это было ваше, и у вас это оттяпали вместо долга, потому что у них есть такая манера, да, приходить и говорить, вот мы можем тебе помочь, там, чтобы ты расширил магазин. Кстати, Ром-Чан, может быть, как-нибудь на досуге поговоришь тоже с представителем из туризма. Я тебе потом не в сети скажу, с кем. Ты уже улыбнулся, я так поняла, что ты знаешь, о ком разговор, как у людей царукьяновская команда отбирала бизнес. Я знаю, о ком идет речь, да. Поэтому, поэтому давайте мы не будем сейчас умничать, это очень тяжелое время, это очень будет сложно, но если у вас есть факты, если у вас есть доказательства, если у вас есть подтверждающие и ваши слова, и все действия, которые были, народ, не бойтесь. Самая страшная вещь, которая происходит с человеком, это страх, во время которого он приобретает все, что угодно, потому что этот страх живет без хозяина, и он все время ищет хозяина. Надейтесь на Бога и постарайтесь не бояться никого. Просто. Да, ну что, на этом я хочу сказать, что, во-первых, 903 человека сейчас нас смотрят в эфире, Арпине, здесь большое количество слов, добрых в твой адрес. Юлия, напоминаю, что мы сегодня с Арпиной Петросян говорили о ситуации в Армении, не верьте никаким лайфам, эфирам. Ереванцы абсолютно безразлично отнеслись к ситуации с Гагиком Царукьяном, с одной стороны, то есть они ни туда не шли, ни орали, ни кричали, там были люди из Ориджмола и вообще работники, которые работают на объектах Гагика Царукьяна, и не забывайте, что на самом деле Гагик Царукьян, который имеет огромнейшее богатство в ситуации, когда он разбогател при Роберте Кочаряне, при Серже Сарксиане, задайте себе вопрос, откуда у него все это появилось. Вот главный девиз нашего сегодняшнего эфира. Мы прощаемся со всеми нашими подписчиками. Аркне, я тебе тоже желаю всего самого хорошего, здоровья всем, кто смотрит наш эфир. Спасибо. Здоровья даже врагам. Здоровья желаю даже врагам. Можно я напоследок просто скажу? Если Гагик Царукьян такой сильный человек, если он ни в чем не виноват, пускай он будет таким же, как наш Давид Санасарян, которого очень красиво подставили, очень красиво использовали его неумение быть среди коррумпированных чиновников, пойдет в суд, какие проблемы, пускай докажет свою невиновность. И я уверена, что однозначно та толпа, которая сегодня скричала Царукьян, его станет больше, его намного больше станут уважать, и пускай дальше претендует на то, чтобы стать премьер-министром и еще кем хочет. Удачи всем им. Спасибо всем тем, кто нас слушал. Спасибо за теплые слова. Ромчам, береги себя. Народ, берегите себя. Неважно, кто где живет. Коронавирус существует. Берегите себя все. Удачи всем. Ну все, ты можешь отключиться, и тогда закончится наша эфира. Это была Арпина Петросяна. Сегодня она была в качестве жительницы Еревана. Всем спасибо и всем...